Матч победителей группы D завершающей группы Global Finals WCS этого года и играть будут два корейских прогеймера так что мы посмотрим по сути рематч финала GSL 3 сезона ну разве что формат немножечко другой там Роугу нужно было победить четыре раза здесь достаточно будет трех впрочем может быть у Трэпа есть какие-то свои мысли на этот счет он победил Лейзера победил и Лейзера который играл не в том стиле в котором играл Роуг так что любопытно будет посмотреть какие теперь мысли понятно что оба друг друга прекрасно знают и насколько я понимаю в команде G&R Green Wings Роуг котируется повыше тем не менее в рейтинге этого года выше именно Трэп но вот неутешительная статистика личных противостояний комментируют по-прежнему Каби и Крит и будем смотреть сет на карте Акрополис начало вроде бы стандартное я случайно отключил Крита в дискорде не знаю зачем но в общем теперь я тебя вернул обратно на третью базу выходит не спеша Роуг у него поставлен пул никакого блока интересно что многие процессы на этом турнире не используют блок да Крит видимо вообще вроде бы он хотел смотреть Лейзер до конца так что я подозреваю что мы с вами сегодня будем ну вроде как планировалось что будем втроем так сказать я Крит и ты дорогой зритель смотреться до конца этот WCS эфиры которые начинаются в 6 и длятся по 8 часов это специфическое испытание на самом деле для внимательности для голоса для собранности поэтому мне сложно винить Крида в том что он с нами не досматривал до конца предыдущие игровые дни Stargate тем временем от трэпа я припоминаю когда я начинал стримить для Virtus.pro в 2012 году и у нас была норма эфиров по 5 часов два раза в неделю у меня и у Baby Magic и тогда я собственно ну в основном до этого стримил Корея она чуть поменьше длилось и впервые понял что это не так то и просто и под конец в целом очень сильно теряется концентрация но да ладно лишь бы у трэпа с Роугом ее хватило прилетает адепт не забирает никого только заставляет Роуг завернуть рабочего обычно в спорку заворачивает хотя по сути разницы никакой и спорка и плетка стоит по 100 минералов муфлингом заказан муфовером заказан тоже в этом плане Роуг здорово кстати трэп выпил сейчас новую свежую опухоль соответственно чуть попозже крип пойдет ну пока не удается добраться до тушек дронов зато удастся это оракулу который залетает странным образом оказался Роуг совершенно к этому не готов но видимо именно потому что его адептам то как раз и отвлекли ну а здесь адепты все еще живут Роуг ничего не знает о том что там старгейт установлен именно в проксе вот теперь только он его находит и сможет отменить он может быть догадался по таймингу что оракул как-то рановато прилетел и сразу же находит это здание но неплохое начало для протоса правда переход у него не самый ранний только сейчас робот вайлайт но робот вайлайт а не твой лайт фаржа кстати говоря такой вот интересный вариант может быть будет продолжение в кафедру рахонов даже посмотрим тут вообще в теории двухкладываю он по-прежнему возможен достраивается твой лайт сейчас надо следить за продакшеном заказано пока что призма заказано архивы пара всего гейтов так что пока все это выглядит как намерение все же в макро играть со стороны протоса ну а рок как он сам сказал на интервью вот этот стиль игры через недусы с хостами от разведки по большей части играет и применяет тогда когда удается построить свою экономику а экономику оппонента каким-то образом ограничить прижать принципе в предыдущих играх показанием для этого был по моему в первую очередь выход протоса который удавалось отбить соответственно было понимание что просто нет присутствия на карте сейчас такой ситуации нет сейчас действительно трэп продолжает в дроп архонов после оракулов сам по себе не революционный стиль но он несколько отличается конкретно здесь в сравнении с тем как игралась с год назад потому что все таки три оракула стоит 450 газа поэтому вот эти вот архоны получается намного позже но как бы зерк такая замечательная раса которую можно подловить на тайминге практически в любой момент потому что зерк готов строить дронов очень долго и у него одинаково может не быть юнитов на 200 и на 600 и даже на 80 поэтому тот факт что рог не ждал этих архонов как раз помог им хорошо поразмениваться с королевами тут видимо оверлорд какой-то погиб ну и там дальше шпилим фистейшн пид рог отменил пилончик но халявы с пробеганием на мэй все же не будет вряд ли трэп особо напрягается неприятно конечно что бегают такие линги и харасит но вполне себе терпимо призма с архонами по-прежнему живет крип протянут всего лишь на два шага базу зергов кстати но мы ох ничего себе за варп плотненько так charge зилтов под заварпал господин трэп у него что-то еще и архоны есть грозная весьма армия сюда же приходит иммортал вообще пешком по всей видимости пришел вместе со сталкером там и еще подкрепление идет по земле это видимо все войска которые были дома и вот такой вот любопытный тайминг ловит здесь трэп у рога смотрите инфестейшн пид там шпиль был он даже не знаю про что думал видимо про подзаказ муталисков дальше в хай в том что такое но пока что проблема с тем чтобы дожить до всего этого в принципе он с первой волной худо-бедно справляется но тут есть еще до варп надо наверно архона забирать но там призма битая для надежности отводит ее трэп это впрочем уже не важно вот так вот берет трэп первый сет за последние пять карт между этими оппонентами в рамках официальных турниров системы world championship series интересный получился тайминг такие конечно интересные переходы у тосов в этом плане тос и раса которую сравнительно легко учить мне кажется потому что здесь такие очень масштабируемые build ордеры то есть ты в принципе при желании можешь сразу сыграть вот в такой вот чар шоу мы это видели против элэйзера да можно сыграть в него поставив сначала старгейт потом сыграть в чардж можно сыграть в чардж там после архонов как в свое время опять же часто я вспоминаю делал шоу таймс киллос там да многие процесс которых мы прекрасно знаем трэп сыграл еще другую версию он еще больше кубиков поставил друг на друга он сыграл старгейт оракулов да еще из прокси потом дроп архонов а потом чардж и как бы все эти билды они по последовательности здания не очень сильно различаются и именно поэтому начинающим игрокам сравнительно легко осваивать эти приемы потому что ты научился один билд исполнять а потом ты берешь и добавляешь старгейт например а в остальном все то же самое понятно что далеко не так уж просто эффективно используйте оракулов которые не очень-то отзывчивые на микроконтроль потому что у них большой радиус поворота и архонами харассить отнюдь не просто успеваем это время там вовремя что-то подстраивать заказывать то есть это не значит что любой из нас исполнит билд по эффективности также как трэп но при этом это значит что в целом понять концепцию довольно просто если подходить систематизировано к изучению расы это подход который в свое время стрелок для своих учеников называл корейской системой обучения выделяя при этом что существует еще европейская система обучения в которой ты пытаешься сразу улучшать потихоньку все аспекты игры то есть ты просто смотришь реплей и как бы занимаешься всем сразу до корейская так называемая система эта система когда ты с помощью специфической какой-нибудь стратегии оттачиваешь какой-то конкретный элемент игры а потом берешь более макроориентированный build order пользуясь тем что каким-то элементом ты уже умеешь хорошо владеть чтобы не сдохнуть от чего-то если упростить ну да ладно второй сет карта world of slipper strap ведет со счетом 1-0 и играет через gate nexus приезжает разведкой кругу видит что рог тоже играет предельно стандартно похарасил немножко минеральную линию сбивая идеально оптимизированную добычу в целом для про геймеров это редко становится проблемой ну конечно лучше особо не применять этот прием в наших с вами драгометальных лигах потому что скорее всего себя захарасим больше чем соперников роботик с первым зданием от трэпа в этот раз другой build посмотрим как будет реализовываться заказан stalker ну адепта первый уже есть понятно вот вторым юнитом пошел stalker чтобы отогнать оверлорда видимо важно не показать может быть это даже и двух базовый выход планируется но в любом случае роба показывать не хочется но мы уже видели что трэп здорово исполняет хора с оракулами с призмы поэтому тут он не лин для начала вполне возможно что это будет просто призма с двумя оракулами но потом уже посмотрим пока заказа на центре такой многозначительный юнит скажем так который говорит нам ну например о том что прямо сейчас старгейт вряд ли пойдет фаржа но пока это больше всего похоже на двухбазовый имморталовый тайминг добавляется кстати кажется вернуть погромче добавляется гейт с тем чтобы закрыть стенку чтобы линк точно не пробежал обратите внимание что именно stalker стоял стенки для того чтобы предельно долго пожить в случае если там будут какие-то линги или бейлинги и свести к нулю вероятность халявного пробегания потому что адепт все-таки маленькие юниты иногда бывает что линги умудряются его вытолкнуть из стенки и просочиться мимо него но со stalker это не работает тем временем да пошли в заказе имморталы строя делается апгрейд плюс один но у рога есть скорость поэтому для него не будет проблемой пролететь и разведать и в итоге весь план своего соперника он воочию наблюдает 4 гейта и имморталы апгрейд на атаку тем не менее у рога 5 дронов в заказе кстати он не особо запаривается вполне себе спокойно играет лэйр пошел эволюшн не боится он явно подобных выходов своего оппонента тут полетела партинговская зачистка один иммортал плюс призма плюс ops вот это конечно инструмент который дает вам ранние призма ухтык сколько урона тонна получал от этих лингов но урок прям идеально окружил очень быстро и урока пошел заказ апгрейда на коготь не научила его жизнь в играх против неба что апгрейд на коготь это специфическая история и он снова будет играть ну посмотрим может быть как раз против трэпа мы увидим в чем прелесть этого стиля но это не точно потому что грейд на коготь будет черт знает когда а выход небо идет уже прямо сейчас небо от рэпа конечно же кстати любители игр серии dnd говорят что вообще-то rogue должен обезвреживать ловушки но что-то пока система не работает а там же есть какой-то шанс в dnd да может не не прокатило кубик не так выпал коррозив байл такой прям вращать и на халявку пока что халявки нет заходит сюда протас надо откидываться форсфилдами пока очень два таких экономных стоят форсфилда еще коррозив байл и выжимают отсюда тоса призма очень далеко ей трэп не микрит но делает так чтобы точная нельзя было рэвэйджером избить ой какая ошибка от протаса минус сразу несколько юнитов на коррозив байлах но вы знаете похоже рог здесь большим запасом отбивается и это при том что у него 57 дронов контроль карты конечно совершенно шедевральная зерга ты делаешь какую-то хрень но ты делаешь ее без уважения ты делаешь ее не ну как бы не имея возможности скрыть свой биф когда зерги играют через такой вот быстрый мув оверлордом от контрина мой взгляд я не знаю какие шансы тут могут быть у трэпа он видимо будет пытаться с той стороны не получилось может быть с этой будет получше но в этом есть определенные сомнения тут еще main так сконструирован что не придумаешь ты никакого передропа с энтреей там с форсфилдом на рампу так что остается трэпу только улетать имморталами в призме армия пошла домой пешком это все прекрасно но обе ближайшие базы к трэпу завалены оверлордами поэтому раба вывести поставить nexus тоже не получится так себе конечно история а там тем временем уже апгрейд на 2 коготь пошел у руга трэп делает армор то есть приблизительное равенство будет по итоговым грейдам зилот залетный тут надо было бы его райт кликнуть на армия на рог не успел видимо чем-то другим занимался ну чтож у трэпа вторая волна она же скорее всего последняя потому что здесь вряд ли у него будет и еще экономический шанс добавить столько же юнитов здесь и сейчас боевой лимит неплохой но у рога все равно намного больше корявенькие форсфилды сразу видно что не партинг на протосе ну вот на один до варп еще ресурсов хватает но там пошел заворот рэвейджеров новый интересно что несмотря на то что рог делает апгрейды на коготь отбивается он исключительно роучеры выбираем а видимо не рэвейджеров а бэйнов он заворачивал но вот для них эти улучшения пригодятся но у них по-прежнему нету апгрейда на скорость перемещения но здесь трэп хорошо форсфилдами раскидал маловато вытолкнул правда вперед так что он скорее отсрочил выход зерга на его армию но зерк этому даже рад потому что у него все равно бэйнов еще бы на бэйнов еще не готов так что не в кайф сейчас катиться а тут по моему совершенно очевидно что нет шансов пробить слишком много рэвейджеров слишком мало по ним урона сталкеры и морталов понятно что что-то там будто бы умирает да но третья база про у зерга есть 4 строится рабов x полтора на что тут рассчитывает ну хороший раунд форсфилдов тут же он разваливается от рэвейджеров армия пробитая покатились еще бэйны ну и они вкатываются просто в центре на так это и должно было закончиться не скажу что апгрейд на коготь сильно помог потому что бэйны по сути взорвались один раз за игру и убили бы всех центрей в любом случае с плюс 2 на атаку дистанционную по моему рогу намного легче выжилось и с водой тоже по всей видимости вода закончилась апгрейды еще есть счет становится 1 1 а трэп тут вряд ли как-то особенно лично воспринимает произошедшее было у него стратегия он сыграл ее ну не прокатило может быть он на этой карте в принципе не особо готов играть против рога например в стандарте и решил попроще разобраться дальше пойдет диско блаба карта где с одной стороны можно похарасить трэп уже показал нам сегодня что он вполне умеет и любит разводить по нескольким направлениям ну и рог здесь применял любопытные приемы этой дропы на оверах против неба и конечно же недусы с хостами на этой карте они замечательно работают слева сверху появляется трэп справа снизу рог как раз здесь же трэп фотонил и лейзером диско блаба одной фото . очень такой красивый экономный билд тем временем нам сообщают что зерги имба это такой оффлайновый reddit у нас в зале образовался неплохой такой кстати в сеуле не корейский десант болельщиков собрался вход в студии африки бесплатный может быть в какие-то дни там ограничено количество посещений но посетителей но помнится финале gsl обычно не слишком то там кого-то не пускают просто другой вопрос что часто люди уже не влезают поэтому им приходится стоять там в проходах или сзади ну между креслами не для всех хватает короче сидячих мест иногда смысловое продолжение так себе но возможно все же будет полезно еще раз на фон напомнить что сейчас сидячие места для просмотра wcs 1 ноября в киеве будут обеспечены потому что event проводит один из клубов и вместе с алексом поэтому жители киева могут прийти в теплой компании посмотреть play of который начнется в 22 00 по москве это видимо будет 21 по киеву я подозреваю 1 ноября ну а со мной вы встретитесь на трансляции по первому старкрафту если он вас интересует 31 и 1 в 9 утра по москве но конечно уже на моем канале на твиче они на канале алекс эти ивенты довольно плотно пересекаются ну и тем более из-за оффлайнового формата работы play of alex будет освещать в соло но в целом по моему на близко не всегда так было еще и проходит в ночное время и в ночное время нам по ритму совершенно невозможно синхронизироваться в том плане что по интенсивности подачи скобочках криком и воплем которые обычно обеспечивает на финалах алекс я ночью не смогу соответствовать я живу в обычной квартире и как бы здесь нельзя просто так взять и начать орать в три часа ночи как бы и не только из соседней комнаты прилетит но и соседи могут вызвать ментов то есть какой особой звукоизоляции у нас тут нет я не знаю где и как живет алекс что он так стримит но видимо у него существуют такие условия как бы то ни было пауза у нас в игре увидели мы что трэп играл через старгейт феникса рог видимо засыпает тебе не нужно просыпаться чтобы обыграть протаса в звп как объяснял нам уже рог там какая-то техническая я так понял заминка обычно учитывая то количество людей которые выскочили на сцену это все решается очень быстро я вспоминаю как в сравнении с этим мы работали на весге в 2018 когда в начале ивента я был достаточно наивен полагая что если я двух китайских техников волонтеров отправлю на сцену то в принципе все технические проблемы будут решены в итоге это выглядит так что техническая пауза ты сидишь за судейским компом проходит три минуты тебе режиссер трансляции в рацию орет какого такая долгая заминка ты бежишь на сцену а китайские волонтеры сидят в первом ряду с телефонами и общаются в вичате сообщая что да проблема есть в общем я естественно ни в коем случае не хочу сказать что все китайцы плохие работники я только хочу сказать что у африки гораздо более опытные штаты опыт это главное что требуется для решения таких вопросов оперативно количество ланов которые мы провели в питере я думаю точно выходит за цифру 10 поэтому опыт есть тем временем роботиксом продолжается build order trap а как и продолжается эта игра вполне в стандартном русле уже мы видели сегодня не раз и не два полную серию с ним вам посмотрели и успели уже понять что пожалуй вот примерно так большинство протаса в данный момент представляют себе мету в матчапе pvz stargate в робот в имморталов в плюс 4 гейта и ну нередко это под пуш что будет в этот раз вопрос мы видим что трэп вывел пробочку на третью базу пока очень неплохо вроде харассит но и оракул потерян всего три дрона честно говоря мне кажется что вот в современной мете с хостами гораздо выгоднее сохранять оракула для будущих ловушек чем разменивать его на лишнего дрона спорная история тем временем пошла фарджа у трэпа трэп похоже на лайт гейм ориентируется конечно никогда не знаешь заранее потому что протас иногда может так взрывать игру как это сделал не дважды против рога то есть вроде макро вроде лейда но добавили гейтов опы это уже пуш но в этом сила раз протас в этом плане то все похоже на зергов юнитов можешь получить быстро понятно каких-то не можешь колоссов например классный тем временем совершенно шедевральный дроп от рога и как он здорово фокусит этих сталкеров это не самый сложный прием на свете но в целом очень хорошая все равно задумка и против неба мы видели подобные тропы здесь отличные результаты исполнения да тем временем не именно недос именно инфестейшн пит рог не видит смысла менять формат игры который замечательно работает кстати интересно что он ограничивался сравнительно небольшим количеством хостов если помните дарк строил 15 минимум рог все время заказывает ровно 10 хостов вспоминаются старые ну кстати вот в этот раз 12 старые времена когда свармхост был обычно один тот самый случайный свармхост меняется 4 nexus честно говоря мне видится у троп колоссальные проблемы я не понимаю как он будет отбиваться уже от первой волны хостов особенно учитывая что его разводят по всем направлениям следовательно ему не собрать армию но первая волна пошла на мэйн у него войска на натурале это хоть как-то близко а ну хотя натурал в целом одинаково близко от мэйна и да никак я все правильно видимо здесь понял никак он не будет отбиваться это очень ранние хосты трэп там что-то нереально слоу плейл я даже короче я не знаю в чем был план протаса и почему он должен был сработать удивительная в общем история 21 скоро зергам будет достаточно заказать юнитов будет такая как по версии цивилизации можно назвать эту победу она не дипломатическая экономическая победа когда ты заказал хостов и уже молодец не знаю в любом случае не был гораздо более убедителен чем трэп против этого стиля у него хотя бы что-то получалось ему противопоставить у трэпа пока безнадега но не будем забывать что одну карту он все же взял поэтому счет 2 1 и он отправляет нас на традиционный перерыв после трех карт но затем вернемся 4 сет пройдет на карте 3 тонн карте где как я люблю напоминать можно удобно под фото нить не знаю считает ли трэп что это необходимо против его тиммейта говорил он в интервью что конечно хорошо бы рога обыграть потому что рог если что и в десайдере пройдет но строго говоря не совсем так вообще-то он говорил он говорил что хорошо бы сыграть с небом потому что рог и так пройдет по лузерам но для этого небу нужно было побеждать рога он не справился хотя и был близок поближе чем пока что сам трэп в одной победе трэп все-таки до победы в матче еще две карты нужно брать посмотрим что он придумает для того чтобы этой цели достигнуть пока что он придумывает разведку после гейта без попытки заблочить хату видимо из расчета что уж слишком рано на современных картах надо ехать чтобы блочить 16 хату нынче стандартные у зергов а если можно было успевать то они бы начали и 15 ставится и такие примеры у нас были в предыдущих ладдерных сезонах так что трэпу остается просто развлекаться пробочкой параллельно дома ставится у него кибернетка nexus газ второй понятное дело сейчас пойдет второй пилон рогу я думаю тут тоже нечего придумывать пока замечательно работает его стиль через скорость овером опять же были проблемы с небом и его адептовыми стратегиями но трэп вроде бы не любитель судя по тем играм которые мы от него видели именно под пушей адептами в последнее время он использует только именно дропы с призмы пара адептов что похарасить но для каких-то именно глобальных атак не применяет этот протас эти юниты муфлингом уже почти готов рок потихоньку добывает газ на муфовером ну а трэп то в этот раз играет через роба опять прошлый вариант игры через роботик с успехом не увенчался но кстати пока судя по табличке продакшена билд то один в один как и во втором с этим или в третьем где там улынил то трэп во втором до втором конечно тот же самый адепт сталкер центре потом заказана призма форджа дома сейчас должен пойти второй гейт все предельно стандартно ой а почему такой странный второй гейт наверно с того пилона нельзя поставить его левее этот пилон нужен был дома чтобы роба спрятать так что в принципе логично да не очень здорово когда ты делаешь стенку с элементов рельефа поэтому тут дополнительный пилон ставят трэп но он 3 поэтому там в общем не получалось грамотно стенку закрыть не очень это и важно потому что понятное дело рогу будет не до пробеганий скорее всего сталкеры вместе с сантре и подводят сюда трэп но честно говоря это уже достаточно информации и роботикс разведывает рог и форджу ну короче сто процентов инфы единственное что вообще-то у трэпа нету дополнительных гейтов но похоже они появляются да несмотря на то что его был дарт разведали он все равно продолжает придерживаться плана полетела вперед призма с одним имморталом под варп центре и стандартная довольно история максимально рано надо на варп от центрей с тем чтобы они энергию успели скопить ну а все остальное варпается позже не правда любопытно что еще и на 2 базе один газ добывает трэп ну и вот на это плюс 6 гейтов даже ничего себе это да это абсолютный формат улына ну наверное на прошлой карте было так же я признаться там не уследил именно за количеством там по отсутствию третьего нексуса было все очевидно так же как и тут собственно 12 ручей заказе у рога у рога 59 рабов ровно как в прошлый раз прям один в один дрон как в прошлый раз видимо у рога есть совершенно четкое свое понимание того сколько юнитов нужно для того чтобы от подобных штук отбиваться перехватывает иммортала шикарнейше реколом пытается спасти его трэп но от этого иммортал не появится в атаке он появится только в обороне еще и с глухой стенкой потому что стенка видимо была закрыта после того как иммортал вышел короче беда я думаю что можно завязывать не вижу при каких условиях трэп тут может пробить но да на этой карте вот можно отрезать мэйн с натуралом это кстати прикольно но поскольку там есть рэвэйджеры к сожалению нереален сценарий при котором ты продержишь там армию целиком и отменишь третью хату тем не менее рог то как-то напрягся смотрите он даже выводит дронов теряет 13 15 16 уже рабов тем не менее в это же время он дотягивается до призмы фактически завершая эту атаку по дронам у него все равно преимущество базы 3 против 2 он сейчас дозакажется трэп понятное дело с пилоном пока даже не может выехать на 3 правда ему никто не блочит эту хату оверлордом но он там сам себе пилоном закрыл есть immortal чтобы его разбить но если даже трэп это сделает что остановит эту армию от того чтобы убить протаса нет ответа на этот вопрос где-то там наверное есть специальный корейский гоголь который тоже просит ответ но не дает ответа страна протасов не понадобились грибы в завершающем сете два улына трэпа вернее один улын два раза не знаю почему он должен был сработать во второй раз если не сработал в первый может быть mind games заключается в том что рог не должен был ждать но суровая истинно современные мета заключается в том что рог ничего не ждал рог просто разведал посмотрел и отреагировал и как бы в этом вся безнадёга улынов в принципе потому что он это очень часто такая стратегия которая работает только в том случае если ее не разведали и честно говоря я не питаю большого уважения подобным стратегиям то есть если весь твой расчет на победу заключается в том хом ну может быть если он не заметит то прокатит то это помни старкрафта не знаю камень-ножницы-бумага да и то там скилл какой-то есть говорят психологических противостояний как бы то ни было отправляемся в интервью группа дэва и рог выходят с первого места бывший чемпион мира поздравление рога ты выходишь в четвертьфинал три года подряд скажу третий год подряд скажу что это для тебя значит форма спи碰 их статус ассоциchaft ассоцииха не В последнее время очень много было турниров, и я решил, что хотел взять какой-то перерыв, но впереди все-таки финалы и Близкон, поэтому я тренировался много, пришлось, и приятно видеть, что результаты эти тренировки принесли. Здорово, что я поеду в Америку на Близкон, но моя цель была не в том, чтобы пройти в четвертьфинал, моя цель — победить на турнире, поэтому моя работа еще не выполнена, но продолжим уже в Америке. В предыдущем интервью ты говорил, что тебе нужно было бы и нужно было модифицировать свой стиль именно под трэпа в сравнении с тем, что было против Ниба. Расскажи, в чем именно должна была заключаться эта подготовка? Сомой, когда Сомой и сомой командой со стороны, Сомой в семье такой стиль, что делать не просто было бы намного, не было бы. Поэтому я думаю, что это делать не просто, что-то не было бы. Ну, Рок говорит, что я все-таки тиммейт Трэпа, поэтому очень хорошо знаю его стиль. Немножко стремно было, что он может подготовить какие-то особые билды. Ну, поэтому я так и играл, чтобы рассчитывал на то, что я смогу разведать и отбиться от любых аллынов. Так что я просто хотел надежно вывести игру в лейт. И я знаю, что Трэп боится лейтгейма с Дергом, и в этом плане у меня было психологическое преимущество. У него вопрос, в принципе, на него-то Рок уже ответил, но, в общем, вопрос в том, какие у него ожидания от плей-оффа Близзкона. Учитывая, что он повысил количество своих тренировок в последнее время. Ну, видимо, сейчас Рок повторит тезис про то, что боится только Сэррелла. Я пока не знаю, с кем я буду играть в четверть финала. Собираюсь подготовиться на максимум и обыграть кого угодно. У меня есть одна цель в целом. Я хочу попасться на Сэррелла и обыграть его. Такой вот хэдхантер из Кореи выезжает за финским чемпионом мира. Готов ли он к этому вопрос? На GSL хорошая ЗВЗ показал Рок против Дарка, но Сэррелл это не Дарк. И есть ощущение, что Сэррелл в ЗВЗ, которая считает своим лучшим матчапом, сильнее. Но Рок играет очень необычно, и поэтому эта ЗВЗ может получиться крайне увлекательным. Но они не попадутся друг на друга в первом туре точно, потому что оба заняли первые места в своих группах. Ну а что будет дальше, будем смотреть тогда, когда узнаем всю сетку. Но это будет потом. А пока мы узнаем для начала, кто же из представителей некорейского Старкрафта сохранит шансы на то, чтобы тоже поехать в Анахайм. В качестве игрока это будет либо Лейзер, либо Нив. И после перерыва мы с вами перейдем на это противостояние. Продолжение следует...